Выселение за пределы РФ иностранных граждан в принудительном порядке – процедура малоприятная, влекущая за собой серьезные последствия. Опасаться ее нужно тем, кто случайно или намеренно не соблюдает миграционное законодательство, подвергая себе опасности быть выдворенным в страну гражданства и иногда даже без права повторного. Въезда? Пытаясь обойти закон или защитить свои права, мигранты готовы прибегнуть к любым способам. Могут ли депортировать, если родственник гражданин России – вот то, что чаще всего волнует заинтересованных лиц? Что собой представляет депортация? Принудительное переселение иностранцев имеет несколько терминов – выдворение, высылка, экстрадиция, реадмиссия. В Российской Федерации отдельного законодательства, регулирующего процессуальный порядок данной процедуры, не существует. Ключевые моменты по ее имплементации изложены в Федеральном законе от 25 июля 2002 года номер 115 ФЗ о правовом положении иностранных граждан в РФ. На международном уровне вопрос регламентирует Международная конвенция о семье, точнее о защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей. На сегодняшний момент депортация является инструментом государственной политики, помогающим бороться с нелегалами. Основаниями для применения к нарушителю такой меры, как выселение, являются незаконное пересечение границы, просроченные или аннулированные РВП, иные свидетельства и разрешения, отсутствие. Разрешение на трудоустройство, бывший патент, предыдущие депортации. После выявления факта нарушения миграционных предписаний, иностранец помещается в специальное учреждение, где он содержится вплоть до выезда за границу РФ. В его миграционную карту и паспорт ставятся штампы депортации и иногда запреты на въезд. О последнем обстоятельстве многие узнают только при повторной попытке пересечь российскую границу. Могут ли выслать из страны супругов россиян? Учитывая тот факт, что заключение брака дает возможность иностранцу пройти процесс легализации по упрощенной схеме, многие считают, что параллельно это накладывает иммунитет и не позволяет применять к ним всевозможные санкции и ограничения. В связи с этим будет совсем не лишним знать, могут ли депортировать иностранного гражданина из РФ, если он женился на россиянке. Получить российское гражданство, заключив союз с россиянином-россиянкой, действительно можно быстрее, чем всем остальным лицам. Уже через три года совместной жизни кандидат может подавать прошение на присвоение ему статуса гражданина РФ, но следует понимать, что само по себе наличие супруга не является основанием для приобретения гражданства. Чтобы его получить, придется пройти полный объем миграционных процедур, хотя и в упрощенном порядке. Если муж гражданин РФ, то это не освобождает супругу иностранку от соблюдения правила пребывания в России в течение 90 дней, в течение каждых 6 месяцев. По истечении этого срока она будет вынуждена покинуть территорию страны или подать документы, чтобы получить РВП. Въехать в РФ снова ей, согласно закону, разрешается только тогда, когда начнется отчет следующего полугодия. Рассчитывать на неограниченное пребывание только из-за наличия мужа-россиянина будет большой ошибкой. Таким образом, к иностранному супругу российского гражданина применяются точно такие же меры, как и ко всем другим нарушителям миграционных предписаний, а именно, депортация или выдворение. Запрет на въезд, административное взыскание в виде штрафа. Причины, по которым могут выслать из страны, вопреки наличию жены и детей, родителей, братьев или сестер, бабушек и дедушек, могут быть Несоблюдение периода законного пребывания в РФ, пересечение, границы ранее допустимого срока, отсутствие документов, позволяющих устраиваться на работу, отсутствие регистрации по месту жительства, просроченные РВП или другие миграционные разрешения. Решение о выселении принимается на уровне ГУВМ МВД, бывшее ФМС или по решению суда. Если нарушения были не слишком злостными, иностранцу необходимо покинуть российскую территорию самостоятельно. Уполномоченные органы только лишь проконтролируют и зафиксируют факт выезда. При наличии более серьезных нарушений депортация происходит под конвоем. Чем грозит фиктивный брак? Многие считают, что расписаться при выдворении станет выходом из ситуации и поможет отменить наложенные на нарушителя санкции. На самом деле проблема таким образом не решается. Наоборот, прибегнув в спешке к такому методу, можно попасть на мошенников и только усугубить ситуацию. Согласно российским законам, брак, заключенный после наложения на иностранца санкции, как и тот, который был заключен до данного события, не может служить поводом для отмены решения о принудительном. Выселение? Более того, при попытке обжаловать выдворение, суд будет учитывать, когда именно союз был заключен. Если он датируется более поздним числом, то есть когда решение о депортации уже было принято, истец автоматически становится подозреваемым в регистрации фиктивных отношений. И хотя в России дело не будет переведено в разряд уголовных, иностранный гражданин лишится всех своих привилегий, его иск будет отклонен, депортация осуществлена, а на российскую территорию. Ему может быть закрыт въезд на время от 3 до 10 лет. Можно ли отменить депортацию при наличии мужа жены в РФ? Например, принудительное переселение все же было наложено на нарушителя. Как избежать высылки, если жена и ребенок в России имеют гражданские права и статус? Сразу же отметим, что данный факт является всего лишь смягчающим обстоятельством, но не основанием для отмены решения. К их числу можно также отнести наличие других родственников с гражданством РФ, наличие ВНЖ, прохождение курса лечения в российской клинике, обучение в высших учебных заведениях, прошедших, государственную аккредитацию. Рассматриваться ходатайство будет непременно в судебном порядке. Каким будет исход дела, предугадать невозможно. Заявителю придется доказать не только наличие у него оснований остаться в стране, но и реальность своих отношений с супругом, супругой, а также ведение совместного хозяйства. На решение судьи может повлиять любое обстоятельство, начиная от гражданства заявителя и заканчивая судебной практикой в данном регионе. Самым правильным решением будет заручиться поддержкой опытного юриста. Могут ли депортировать при наличии родственников россиян? Пребывание иностранцев на российской территории строго регулируется миграционным законодательством. Нарушение этих предписаний может стать причиной депортации, независимо от того, есть у нарушителя семья в России или нет. Согласно российским законам, термин «ближайшие родственники» подразумевает родителей, детей, супругов, братьев, сестер, бабушек, дедушек. Если иностранец не будет выполнять требования ГУВМ МВД РФ относительно порядка его нахождения в России, то ни одна из перечисленных выше категорий не станет препятствием для вынесения решения. А депортации? В случае, когда кто-то из родных нуждается в уходе, лечении или является недееспособным, а нарушитель – единственный человек, который может выполнить роль опекуна, можно воспользоваться. Данным обстоятельством как смягчающим в процессе обжалования решения. Суду необходимо будет представить все справки и документы, которые смогут подтвердить, что ответчик действительно не может покинуть РФ. Отдельного рассмотрения требует вопрос, касающийся детей депортируемого иностранца. Если есть ребенок, в том числе с российским гражданством. Основной документ, на который приходится опираться, рассматривая спорные ситуации с участием детей, – это Конвенция о правах ребенка, которая была подписана еще Советским Союзом в 1989 году. И которая остается действительной в Российской Федерации. В ней говорится о том, что страны-подписанты обязуются соблюдать права несовершеннолетних граждан на их индивидуальность, гражданство, семейные узы. Статья 9 данного документа гласит, что государства несут ответственность за то, чтобы дети не разлучались со своими родителями вопреки своему желанию, не считая случаев, когда их совместное. Проживание несет угрозу жизни малыша. В связи с этим многие находятся в недоумении относительно того, могут ли депортировать, если есть ребенок, гражданин России. И здесь снова стоит напомнить о том, что наличие семьи не освобождает нарушителя от несения от ответственности за несоблюдение закона. Решение о депортации все равно будет принято. Иностранный гражданин может обжаловать вердикт, предоставив соответствующие документы, но удовлетворит ли суд прошение, будет зависеть от множества обстоятельств. Учитывая данное противоречие, логично будет звучать вопрос, находятся ли дети с родителями, когда депортируют из страны. Ответ будет положительным. Если выдворяют взрослого, детей в обязательном. В порядке ждет та же участь. Если мама малыша остается в РФ на законных основаниях, а депортируют только отца, тогда ребенок может остаться в России. Депортация при наличии родственников, граждан РФ. Часто случается и так, что нарушителем миграционных предписаний является иностранное лицо, имеющее родственников, граждан Российской Федерации. Приезжая в гости, иностранцы иногда утрачивают и бдительность, считая, что наличие родни снимает с них определенные обязанности. На самом деле, правила едины для всех. К примеру, через 7 дней после приезда в Россию иностранец должен встать на миграционный учет по месту пребывания, а если быть точнее, его родственники, если он проживает у них, берут заботу об этом на себя. Затем необходимо получить РВП, по истечении периода действия которого следует оформить ВНЖ, либо выехать из России. То же самое касается всех иных формальностей, которые необходимо соблюсти. Наличие родственников с российским гражданством не защитит от депортации, если будет нарушен режим пребывания в стране. Выводы. Быть депортированным из РФ не всегда подразумевает только принудительное выселение. Кроме того, это может означать еще и получение запрета на последующий въезд в страну, а иногда и штраф. Многих иностранцев вводят в заблуждение факт наличия близких родственников на российской территории, особенно если они состоят в гражданстве РФ. Закон же гласит, что ни жена, ни дети, ни другие родственники не могут обеспечить нарушителю миграционный иммунитет. Единственное, чем они могут помочь в сложившейся ситуации, это выступить смягчающим обстоятельством при обжаловании выдворения в суде. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!